Мы долго не давали смениться вот этой бригаде меньшинства, только сейчас частично они успевают произвести смену. Да, ну и Башкортостана, которые для участвующих сегодня команд не могут быть не важны. Сейчас атакуют, посмотрим, может быть что-то интересное будет. И мысль продолжим. Гулатов там Да, это очень даже такие выдающиеся в целом цифры, но вот только за 20 секунд до конца большинства удается им все-таки расставиться в зоне хозяев сегодняшних. И пошли броски. Шайбу держат гости очень здорово. И все-таки вот здесь активная оборона. Тут отработал Климов в свою зону. И так, что он просто своему счастью не поверил в этом эпизоде. Он один перед Дубровским. Никто его не атакует. И шайба уже почти на крюке. А мне вот за последнюю минуту запомнился момент с таким эпизодом. Сучьпоришь действительно. Снова. Очень так неприятно. Даже не после того эпизода, а скажем так по совокупности, да, как любят говорить. Здесь кто-то кого-то заделал, там кто-то кого-то ударил в рамках правил. Восприняли это как, опять же, несправедливость какую-то и пошло-поехало. А Савченко с шайбой заходит в зону. И здесь очень так плотно с Грицуком играют казанцы. Булатову досталось, уложили его на борт. Сегодняшнюю игру Алексей Анисимов и Александр Дегтярев мы наблюдали в первом периоде такой достаточно яркий с точки зрения, ну, не агрессии, а большого желания. Да, с точки зрения силовой борьбы, очень ярким получился первый период. Много силовых приемов, много единоборств. Были, к сожалению, и травмы, о которых мы уже сказали. Но вот Чинахов на льду сейчас. Вот он бросает по воротам. Все с ним в порядке. Хорошо, что обошлось. Здесь защитник очень здорово. Снова Крутов. Опускается он. Помогает партнерам, но с неточной передачей помогает лишь сопернику. Да, как будто вышла шайба из зоны, но мы уже сегодня говорили о том, что поводов не доверять. Ты считаешь, что Рейды Борн как хорошее вино. Чем ближе к плей-офф, тем лучше выдержит. Именно так. Сейчас на синей линии шайба. И Денисевич оттуда ее набрасывал в сторону дальнего угла. Слушай, но если проводить аналогии между вратарями и алкогольными напитками, то Тимур Белялов это что-то явно полусухое. Сейчас опасный сейчас может быть снова Чинахов. Как же он умеет выбирать позицию, когда есть у него секунда-полторы для броска, и он это время использует? Да, выделяется он, безусловно, по крайней мере в своей команде и результативностью, да и вообще по игре в каждом из эпизодов доставляет он большие проблемы обороне казанской команды. Да, но уже в этом сезоне, скажем так, некоторые журналисты спортивные потихонечку ругали Бобу Хартли за то, что Егор Чинахову не дает он шансов в основной команде. Ну, конечно, это честная игра. И вот такой бросок с синий и с нового тема. Причем Тетерин-то удачно для игроков казанского клуба. Ну и было у них всего так полтора большинства, три минуты они играли в формате 5 на 4. Да, но... Удалось казанцам выдержать. Хороший капман за три минуты может сделать очень многое на самом деле в большинстве. А то, что ястребы объективно очень здорово играют при реализации лишнего, мы увидим. А вот здесь не прошел сейчас бросок, по-моему, заседа это был. Но он просто по шайбе не попал. Нет, не заседа, это 77 номер, да. Да, катают неплохо, передачи есть, но, как по мне, бросочков-то пока не хватает. Омским ястребом, поскольку сейчас на пятаке относительно никого, только туда сейчас, только сейчас туда нападающий приехал. Ну, располагаются казанцы в обороне достаточно неплохо, успевают перемещаться вслед за передачами соперника. И вот опять бросок. И вот здесь уже в другую сторону атака разворачивается. Да, сейчас Герман Волошинс неудобный, очень здорово мог решать эпизод. И здесь Грицук, 1 в 0 у него получился выход. Ну, так с угла, но, тем не менее, выход был. Упустили, упустили его по дальнему борту и вроде бы техничный, очень нападающий, на скорости. Но Ахтямов в этой ситуации переиграл. Ну, шайбу, скорее всего, он не смог просто... Так, не смог. Грицук снова на Чинахова и здесь удается сблокировать.